Что, если бы нам удалось рассказать вам всю историю мира? А если мы скажем, что уложимся в два часа? Мы расскажем вам обо всём. От Большого взрыва до сегодняшнего дня. Как планета готовилась к приходу человека. Как каменный век привёл к появлению парового двигателя. Как из небытия выросли города и цивилизации. Все события связаны между собой. И путь ведёт к вам. История Вселенной насчитывает 13 миллиардов 700 миллионов лет. Всего за два часа мы покажем вам всё, что произошло. История мира за два часа. 13 миллиардов 700 миллионов лет назад. Это наша юная Вселенная. Всё, что когда-либо будет существовать, всё, что когда-либо произойдёт, начинается здесь, в этом крошечном сгустке энергии размером меньше атома. И вот сейчас таинственным образом начнётся история мироздания. По причинам, которые мы, вероятно, никогда не узнаем, наша Вселенная неожиданно взрывается. Алекс Филипенко, астроном. В одну миллионную, миллионной, 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 миллионной секунды сгусток материи меньше атома превращается в бесконечную Вселенную. То, что вы видите, — это энергия. Она является ключом к пониманию всего, что вы увидите в ближайшие два часа. За долю секунды большой взрыв создаёт всю энергию, которая будет питать и звёзды, и всё живое. Вся энергия, которую вы потребляете, родилась в начале времён. Заправляя бензином свой автомобиль, вы используете энергию, родившуюся во время Большого взрыва. Вы берёте часть энергии самой Вселенной. Вот это наше путешествие длится всего две минуты, а уже прошло 380 тысяч лет. Сейчас вы станете свидетелем рождения своих изначальных предков. первых атомов. Это водород. Из него Вселенная будет строить весь окружающий нас мир. Питер Оорт, палеонтолог. Это всё равно, что набрать бейсбольную команду. Если бы я хотел строить Вселенную, я бы начал с водорода, потому что благодаря своей высокой температуре и высокому давлению он может создавать другие атомы. первые атомы разлетаются по Вселенной. И, к счастью для нас, они распределяются неравномерно. Потому что в тех зонах, где атомов оказывается больше, гравитация, этот великий скульптор ранней Вселенной, начинает творить своё волшебство. Формируются первые галактики, творя вечные тайны мироздания. Так было всегда. В тех местах, где оказывается больше материи и энергии, могут возникнуть более сложные образования. Клиффорд Джонсон, физик. На планете есть мегаполисы, где концентрируется творческая мысль, искусство, науки, культура, потому что там больше возможностей для общения людей. Действительно, что-то новое может возникнуть там, где что-то уже есть. А там, где ничего нет, ничего и не возникнет. 13 миллиардов 400 миллионов лет назад. Через 300 миллионов лет после Большого взрыва внутри формирующихся галактик гравитация продолжает спрессовывать облака газа и пыли, отчего резко возрастают давление и температура. Когда температура достигает 10 миллионов градусов по Цельсию, атомы водорода соединяются, образуя новый элемент — гелий, и его образование сопровождается выбросом энергии. Рождаются первые звезды. Во Вселенной появляются яркие маяки, излучающие энергию. Да будет свет! Но в этой первобытной Вселенной чего-то не хватает. В ней миллиарды звезд и ни одной планеты. Для создания планеты, а в конечном счете и людей, для того, чтобы совершить следующий скачок, благодаря которому станет, возможно, вся последующая история, Вселенной был необходим строительный материал помимо водорода и гелия. Более сложные элементы, более тяжелые, например, железо или углерод, входящие в состав всех живых организмов, производят звезды. Мы считаем звезды источниками света, как наше Солнце. Однако в их недрах происходит нечто более важное. Звезды — это фабрики по производству химических элементов. Они превращают водород в гелий, гелий в литий и создают таким образом 25 самых распространенных элементов, необходимых нам для жизни, включая углерод, кислород, азот и железо. Итак, более 12 миллиардов лет назад звезды уже производили элемент, благодаря которому человечество переживет Железный век, станет возможным строительство городов и создание самых известных памятников истории. Но при одном взгляде на Статую Свободы становится понятно, что молодая Вселенная на этом не остановилась. Если каркас Статуи сделан из железа, то для ее обшивки требуется элемент слишком тяжелый, чтобы быть синтезированным звездами. Для того, чтобы получился материал для обшивки Статуи Свободы, золото для обручальных колец, уран для ядерных реакторов, нужен какой-то другой способ создания элементов. У звезд не хватает энергии для этой работы. Но если фабрика элементов не обладает нужной мощностью, может быть, стоит ее взорвать? Всего через несколько миллионов лет после формирования первых звезд некоторые из них взорвались. Эти взрывы, известные как вспышки сверхновых звезд, самые мощные во Вселенной с момента Большого Взрыва. Они дают выброс энергии, необходимой для синтеза более тяжелых элементов. В последние вспышки саморазрушения гибнущая звезда создает уран, золото и другие химические элементы, в том числе и медь. Периодическая таблица элементов это своеобразная библиотека строительного материала нашей Вселенной. Все, что нас окружает, состоит именно из этих кирпичиков. Без сверхновых не было бы и нас. Ведь у нас в крови содержится железо. Таким образом, в нас есть мельчайшие частички сверхновой звезды. Мы все звездная пыль. Джонатан Маркли историк. Метеолова бронзовый век. Без сверхновых его бы просто не было в истории. Пойдите в любой супермаркет, купите поливитамины и посмотрите на состав. Вы найдете медь, цинк, селен и другие элементы, которые могут возникнуть только благодаря сверхновым. Только им. Элементы, созданные звездами, станут семенами жизни на Земле и двигателями человеческой истории. Но наше путешествие только началось. Прежде чем появится жизнь, Вселенной надо построить для нас подходящее жилище. Для того, чтобы построить дом, необходимо собрать все нужные материалы в одном месте. При формировании планет происходит то же самое, что и при строительстве здания. Имеющийся материал определяет то, каким будет ваш дом, то есть планета. Для того, чтобы собрать весь необходимый стройматериал в нужном месте, требуется очень много времени. более 8 миллиардов лет, больше половины истории Вселенной, фабрики элементов продолжают бесперебойно работать. Звезды взрываются и рождаются заново. И каждое новое поколение производит более тяжелые элементы, чем предыдущие. И вот 4 миллиарда 600 миллионов лет назад наконец-то накапливается достаточно материала для следующего шага на пути к сотворению человека. Рождается новая звезда. Это наше Солнце. Оно настолько массивно, что собрало 99,9% газа и пыли всей Солнечной системы. Но того, что осталось, хватило силе гравитации для строительства других объектов, таких как планеты. Третья планета от этой звезды станет нашим домом. Ко времени появления Земли, чуть больше 4,5 миллиардов лет назад, две трети истории Вселенной уже в прошлом. Первый восход Солнца над новорожденной планетой. Она вращается так быстро, что сутки длятся всего 6 часов. Парасл Шапиро, геолог. В начале своего существования Земля была не такой, как сейчас. Вся ее поверхность была покрыта жидкой раскаленной лавой. И лишь кое-где встречались островки застывшей вулканической породы. В расплавленной породе все элементы перемешаны. Что-то должно было внести порядок в этот хаос. И снова эта задача выполняет гравитация. Более легкие фракции всплывают на поверхность и формируют твердую кору. А более тяжелые опускаются к центру и образуют расплавленное железо-никелевое ядро. Этот бурлящий жидкий металл создает магнитное поле вокруг планеты. Оно станет защищать наш будущий дом от потоков смертоносных заряженных частиц Солнца. Вскоре это магнитное поле позволит зародиться жизни, а впоследствии стрелками компасов будет указывать дорогу первооткрывателям новых земель. Но чтобы все это состоялось, Земле необходим важный партнер. 4,5 миллиарда лет назад 4,5 миллиарда лет назад в нашу планету на скорости 40 тысяч километров в час врезается космический объект размером с Марс. Большая часть энергии от столкновения поглощается Землей. Но от удара в космос летят брызги расплавленной породы. Всего через год гравитация собирает эти брызги в небольшую сферу, которая с этого момента вращается по орбите вокруг Земли. Образование Луны было событием невероятной важности в истории Земли. Гленн Макдональд, Институт Окружающей Среды. Луна, возникшая более 4 миллиардов лет назад, до сих пор оказывает существенное влияние на климат Земли. Луна удерживает Землю в стабильном положении, и ее притяжение не позволяет нашей планете отклониться от орбиты, спасая нас от резких скачков климата. От столкновения сформировавшего Луну земная ось наклонилась и появилось то, что так необходимо для возникновения жизни времена года. Времена года очень-очень важны для эволюции жизни на Земле, а постоянный наклон земной оси необходим для поддержания жизни. Под действием притяжения Луны скорость вращения Земли стала снижаться, и в конце концов сутки удлинились с 6 часов до двадцати четырех. 4 миллиарда 400 миллионов лет назад. 4 миллиарда 400 миллионов лет назад. На Земле слишком жарко для существования воды в жидком состоянии, но в атмосфере присутствует водяной пар. Проблема — как извлечь его оттуда. в любом мире для зарождения жизни нужна вода. Миллионы лет, пока планета остывает, на ней льют дожди, образуя лужи, озера и, наконец, океаны. 3 миллиарда 800 миллионов лет назад. У нашей планеты есть спутник и океаны, но она едва ли напоминает то место, которое мы сегодня зовем своим домом. Для того, чтобы стать ареной истории человечества, Земле необходима богатая кислородом атмосфера и плодородные континенты, которые люди будут открывать и возделывать. Кто создаст наш современный мир? Этих существ и сегодня у вас на коже триллионы. За два часа мы рассказываем историю мироздания от Большого взрыва до сегодняшнего дня, и наш современный мир может дать ответы на многие вопросы. Например, конструкции, подобные этой, имеют самое прямое отношение к тайне возникновения жизни на Земле. Три миллиарда восемьсот миллионов лет назад. Три миллиарда восемьсот миллионов лет назад. В глубинах первобытного океана происходит революция. Шесть простых элементов, в том числе водород от Большого взрыва, кислород, углерод и азот, созданные звездами, соединяются в молекулы, из которых состоят все живые организмы, включая нас. Самое впечатляющее из них — ДНК. Ее двойная спираль содержит все тайные коды жизни. Через 700 тысяч лет после образования нашей планеты на ней зарождается жизнь. Мы стоим на плечах, но не гигантов, а микроскопических организмов, бактерий. Мы страшные эгоцентрики. Мы полагаем, что мы, животные, правим миром. Однако на самом деле мы появились очень поздно. Задолго до животных наша Земля была царством бактерий. Нам нравится думать, что мы контролируем это царство. Но на мне самом обитает целый зоопарк бактерий. В организме каждого из нас больше бактерий, чем людей на нашей планете. В течение миллиардов лет на Земле будут обитать только микробы вроде этих. Как и Вселенная, в самом начале ее существования эти первые ростки жизни малы, просты и полны скрытых возможностей. Секрет того, как из них развелись все те невероятные формы, которые мы видим сегодня, включая нас самих, восходит к самому началу времен. Как мы уже видели, вся энергия, которая когда-либо будет существовать, возникла в момент большого взрыва. Для выживания всем существам необходимо получить часть этой энергии. Чем больше энергии мы обуздаем, чем эффективнее будем ее использовать, тем сложнее станем. И практически всю энергию, доставшуюся нам от большого взрыва, мы получаем в виде солнечных лучей. 2,5 миллиарда лет назад один особый вид бактерий нашел способ питаться солнечной энергией. При этом стал выделяться самый важный для истории мира побочный продукт. Кислород. Вскоре кислород переделает наш мир. Но пока у него есть другая работа. Вода древних морей содержит большое количество ионов железа. А всем известно, что бывает при соединении кислорода с железом. Предположим, я микроскопическая бактерия. Я произвел молекулу кислорода, а вот это большой кусок железа, я его окисляю. Окись железа осаждается на дне морей. Миллиарды лет спустя эти залежи будут подняты и станут главным сырьем для получения железа и стали. Эти месторождения железа впоследствии привели к промышленной революции. В этом смысле Бруклинский мост и другие первые сооружения индустриальной эпохи напрямую связаны с первыми формами жизни на Земле. Когда в океане больше не осталось железа для окисления, у этих древних бактерий появляется новая миссия. Они создают столько кислорода, что он заполняет океаны и выходит в атмосферу. И с тех пор наша планета отличается от всех других планет Солнечной системы. Теперь жизнь делает гигантский скачок. Некоторые бактерии начинают дышать кислородом. Каждый человеческий вздох — это ритуал, которому два с половиной миллиарда лет. Джонатан Коэн — биолог. Основные жизненные функции остаются неизменными уже не один миллиард лет. Кислород меняет правила игры. Он позволяет живым организмам использовать энергию в 20 раз эффективнее, чем раньше. И то, как жизнь распоряжается этой новой энергией, в конечном счете приведет к появлению человека. В следующие два миллиарда лет живые организмы усложняются. небеса небеса становятся голубыми, так же, как и океан, в котором они отражаются. Появляются большие континенты. Земля начинает походить на то место, которое мы зовем домом. 550 миллионов лет назад лет назад, когда планета отмечает свой 4-миллиардный юбилей, уровень кислорода в атмосфере достигает 13%. Сделайте глубокий вдох, потому что вот-вот наступит настоящее буйство жизни. Это так называемый кембрийский взрыв, биологический вариант большого взрыва. Роберт Беккер, палеонтолог. Когда кислорода много, можно позволить себе и большие размеры, и сложную форму. Именно в этот удивительный период, продолжительностью примерно в 30 миллионов лет, возникает большинство классов животных. 500 миллионов лет назад в морях появляются первые костные рыбы. Эти рыбы наши прямые предки. Хотя они совершенно не похожи на нас, у них присутствуют все те же части скелета, что и у человека, включая позвоночник и рот с челюстями. Мы многим обязаны древним рыбам. Фактически все современные позвоночные представляют собой модификации их строения. На протяжении первых 4 миллиардов лет существования Земли растения и животные обитали только в морях. Но теперь все изменилось. Благодаря кислороду появился озоновый слой, защищающий нас от опасной радиации. Первыми выбираются на сушу растения. Примерно 400 миллионов лет назад и животные готовы сделать решительный шаг. Среди первых сухопутных животных земноводных чьими потомками являемся и мы. Тревор Вэлли палеонтолог. Для меня самым удивительным в эволюции животных является тот момент, когда первая амфибия выползла из океана на сушу и сделала первый глоток воздуха. Представляете, наш прапрапрапрапрадедушка выходит из океана и видит этот фантастический мир. Ого! А здесь можно жить? Какие деревья, какие насекомые, полно еды. Мне тут нравится. Впоследствии люди освоят все природные зоны. Но сперва наши предки должны приспособиться к размножению вне водной среды. Подобно современным лягушкам, они откладывали желеобразную икру, которая высыхает на воздухе. Но некоторые земноводные в конце концов решили эту проблему. У них появляется новая форма яиц со скорлупой, которая удерживает влагу внутри. Это обстоятельство позволяет им перебраться из океана на сушу и знаменует собой эволюцию амфибий в рептилии. Можно находиться за сотни километров от воды и иметь воду, необходимую для развития плода. Это самое главное. Последняя связь с океаном разорвана. Это позволило нам колонизировать сушу. 300 миллионов лет назад. Жизнь светет пышным цветом в огромных тропических болотах, где планета Земля готовит нам сюрприз. Растения отмирают, падают на дно, спрессовываются, разлагаются. Энергия, созданная большим взрывом, пришедшая на Землю Солнце и накопленная растениями, теперь хранится под землей в виде каменного угля, дара, который человечеству предстоит открыть через миллионы лет. 250 миллионов лет назад. 250 миллионов лет назад. На Земле происходит самый мощный всплеск вулканической активности со времен образования планеты. В атмосфере накапливается огромная концентрация углекислого газа, и буйство жизни, возникшее во время Кембрийского взрыва, прекращается. Более 70% всех биологических видов вымирают. Это самое страшное массовое вымирание на Земле, Пермское. В истории нашей планеты массовые вымирания случались неоднократно. Пять раз за последние 500 миллионов лет какой-нибудь катаклизм уничтожал господствующие виды. Это перетасовка колоды, позволяющая новым существам занять ведущее место. Новым существам вроде динозавров. В следующие 160 миллионов лет Земля превращается в царство динозавров. В этот период появляются цветковые растения. И наконец-то, через 4 миллиарда лет под действием гравитации Луны устанавливается продолжительность земных суток. 24 часа. В начале эры динозавров вся суша представляла собой единый массив под названием Пангея. Но теперь он начинает раскалываться. Африка отделяется от Южной Америки. Появляется огромный Атлантический океан. Будущая главная водная преграда между Старым и Новым Светом. Главные герои эры динозавров это животные вроде Трицератопсов и Тираннозавров. Но у них под ногами шныряют очень любопытные существа. Если проследить генеалогию человека, то в ее начале будут находиться мелкие млекопитающие, похожие на землероев в окружении гигантских рептилий. В те времена млекопитающие были изгоями. Возможно, они воровали яйца динозавров, чтобы не умереть с голоду. Динозавры не давали им развиваться. В эпоху динозавров, длившуюся 160 миллионов лет млекопитающие проигрывали по всем статьям. Они были не больше кошки. На протяжении 160 миллионов лет все средние, крупные, огромные и гигантские животные были динозаврами. Они правили бал. Они царствовали на планете. Но колода снова перетасовываются. 65 миллионов лет назад в Землю врезается 10-километровый космический объект. Скорее всего, астероид. полевое облако заслоняет солнце. Температура воздуха резко падает. Все живые существа весом больше 20 килограммов вымирают. Царство динозавров заканчивается. Самый большой подарок, который сделали нам динозавры, это то, что они вымерли. Их исчезновение дало млекопитающим возможность развиваться. Достаточно быстро после исчезновения динозавров появляются первые настоящие приматы. Эти животные, так же, как и их потомки, включая нас, имеют глаза, которые смотрят вперед, что позволяет более точно определять расстояние. и гибкие кисти рук с пятью пальцами. Николь Уэйкспек, археолог. У них пять пальцев, как и у нас, а значит, они могут удерживать предметы. У других животных пальцы не такие развитые. Их возможности держать предметы, манипулировать ими более ограничены. 50 миллионов лет назад на планете появляются наши предки приматы. Так жарко, что даже полюсы заросли джунглями. Продолжается дрейф континентов. Почти полностью формируются обе Америки и Африка. Но в Северной Африке территория современного Египта находится под водой. На дне моря обитают мелкие организмы, называемые нумулиты. Их раковины, состоящие из кальция и углерода, миллионы лет накапливаются на дне. Из них формируется известняк, тот самый, из которого потом построят египетские пирамиды. Если вы внимательно присмотритесь к пирамидам, то увидите доказательства, что памятники, которым четыре тысячи лет, построены из раковин, которым пятьдесят миллионов лет. Десять миллионов лет назад. Десять миллионов лет назад земля превращается в мир, который мы уже можем узнать. Река Колорадо начинает прорезать Большой каньон. Поднимаются горные хребты, такие как Гималайи. Они столь высоки, что способны влиять на погоду. На планете становится холоднее. Появляется Панамский перешейк, соединивший Северную и Южную Америку. Разделив Атлантические и Тихие океаны, он становится преградой на пути океанских течений и еще больше подталкивает мир к ледниковому периоду. С наступлением похолодания наши предки-приматы обитают в тропиках, но уже на подходе новое существо, угрожающее уничтожить их. Семь миллионов лет назад. Приматы спокойно живут на деревьях. Но скоро в их владение вторгнется чужак. Этот пришелец окажет такое глубокое воздействие на историю человека, какого не оказывало ни одно другое живое существо на Земле. В это почти невозможно поверить, но одно из главных предпосылок, приведших к возникновению человека, стало появление травы. Территории, поросшие травой, появляются почти одновременно по всему земному шару. Африканские саванны, Евразийские степи, Североамериканские прерии, Аргентинская пампа возникают в одно и то же время. В Восточной Африке травы вытесняют леса. Традиционные места обитания обезьян. Деревьев становится меньше, расстояние между ними увеличивается, и наши предки вынуждены адаптироваться к новым условиям жизни. Обезьяны замечали, что обитателей на одном дереве становится все больше, а еды все меньше, и это заставляло их перебираться из одного лесного массива в другой, отделенный открытым пространством. У них было два выхода. Один это бежать как сумасшедшие, второй искать пропитание в траве. И вот некоторые обезьяны отваживаются спуститься в новую для себя среду. Этот ландшафт лучше приспособлен для тех приматов, которые могут передвигаться на двух ногах, а голову держать над высокими зарослями травы, чтобы высматривать хищников. Ходьба на двух ногах настоящий прорыв, потому что он освобождает руки. Руки, которые понадобятся нам, чтобы создавать историю. 2 миллиона 600 тысяч лет назад. 2 миллиона 600 тысяч лет назад архантропы или гоминиды ходили по земле усеянные камнями, содержащими элемент кремнии. Созданный в недрах звезд миллиарды лет назад, кремнии является вторым по распространенности элементом земной коры. Одно из его химических свойств способность соединяться с кислородом и формировать кристаллы, а из кристаллов твердые камни, которым можно придавать различную форму. Тодд Сёровэл археолог. Гоминиды начали обрабатывать криптокристаллический кремниезём для получения орудий с острыми краями 2 миллиона 600 тысяч лет назад. Простой камень с заточенным краем это уже подобие топора или рубило. Грубо обработанный камень давал человеку возможность выполнять тысячу операций, которые раньше были ему недоступны. Такая нехитрая технология позволила нашим предкам выжить и в конечном счёте превратиться в нас. С обработкой кремния начинается первый технический переворот – каменный век. Миллионы лет спустя кремний сделал возможным новый взлёт технической мысли. Следующий скачок в становлении человека обусловлен малоизвестной тайной нашей родной планеты. Оказалось, что у Земли возможно есть одно особое редкое свойство. А мы полагаем, что из всех планет и спутников Солнечной системы только на Земле может протекать процесс сгорения. И на других планетах есть молнии и лава. Но только на Земле имеются две вещи, необходимые для огня. Большой запас топлива в виде растений и атмосфера с кислородом. Не будь огня, нас бы тоже сейчас не существовало. Хомо Сапиенс построили целый мир с помощью огня. 800 тысяч лет назад наши предки уже уверенно обращались с огнем. Это умение связывает нас с самым началом истории. Помните, вся энергия образовалась при большом взрыве, и все живые организмы постоянно конкурируют между собой за энергию. Использовать огонь для приготовления еды значит иметь постоянный внешний источник энергии, которая, в свою очередь, позволяет мозгу развиваться. Огонь также играет ключевую роль и в развитии техники. Скоро с его помощью мы будем превращать глину в керамику. Металл в оружие. Воду в пан. Без огня невозможен двигатель внутреннего сгорания. Нет огня, нет металла. Нет огня, нет резины. Для существа, умеющего пользоваться огнем, он открывает невероятные возможности. 200 тысяч лет назад 200 тысяч лет назад человек приобретает современный облик. Гортань, находившаяся у наших предков высоко, опускается. Теперь стало возможным издавать более сложные звуки. мы начинаем говорить. Впервые люди могли делиться информацией друг с другом и передавать ее от поколения к поколению. Они получили огромное преимущество перед всеми другими живыми существами на Земле. Теперь можно было сказать, мой дедушка сказал, что если слоны не появятся, будем охотиться на зебр. Или моя тетка сказала мне, что ее родич нашел родник на том берегу реки. И все понимали, когда кто-то один рассказывал, что он нашел в этой местности и могли воспользоваться этим. Язык превращает людей из отдельных компьютеров в локальную сеть, где можно обмениваться информацией. Теперь человек не обязан полагаться только на себя. Он может воспользоваться знаниями любого из тех, с кем общается. Это колоссальное преимущество. Ни у одного другого существа его нет. Человек как биологический вид становится во много раз умнее. Фигуры на глобальной шахматной доске расставлены, и мы готовы начать игру. Сто тысяч лет назад люди готовы к расселению. У нас есть гибкие руки и примитивные орудия труда. Мы умеем общаться и обращаться с огнем. Наконец мы можем покинуть свой африканский дом и отправиться в путь по дороге, на образование которой ушел не один миллион лет. Благодаря смещению континентов Африка и Евразия соединились в один самый большой материк на Земле под названием Афро-Евразия. 85 миллионов квадратных километров вдвое больше площади поверхности Луны. Для первобытных людей это означало, что половину территории Земли можно пройти пешком. Расселение людей имело колоссальное значение. Сейчас мы единственный вид приматов, населяющий одновременно более одного материка. Это значит, что мы лучше других приматов защищены от различных факторов, приведших к вымиранию крупных млекопитающих. Расселение, страховка от вымирания. Но как только человек начинает открывать для себя мир, планета оборачивается против нас. Начинается ледниковый период. Планета устраивает нам беспрецедентную проверку на прочность. 50 тысяч лет назад с северного полюса начинают сползать ледники. В это же время люди продолжают свое завоевание земного шара и доходят до Китая и Австралии. 30 тысяч лет назад Homo sapiens впервые появляется в Европе. 20 тысяч лет назад почти во время пика оледенения человек доходит до холодной тундры северо-восточной Сибири. Несмотря на тяготы ледникового периода человек выживает. и приобретает способности делающие его по-настоящему человеком. Секрет в этих символах. Мы совершили интеллектуальный скачок. Начали мыслить не только категориями здесь и сейчас и не только о том, что необходимо для выживания. мы можем говорить о человеке современного типа лишь с того момента, когда появились свидетельства наличия у него абстрактного мышления. То есть, когда глядя на рисунок, где изображен бык, все понимают, что это изображение именно быка. Только когда человек начинает видеть такие вещи, он становится настоящим человеком. Существом, которое мыслит, как мы, воспринимает мир, как мы. Крейг Бенджамин, писатель. Именно с этого момента история человека начинает радикально отличаться от истории любого другого биологического вида на планете. Теперь, когда огромные запасы воды закованы в ледяном панцире, уровень моря понижается на 100-120 метров. Последняя преграда на пути расселения людей исчезает. Они переходят по Берингову перешейку из Сибири в Северную Америку. Мы рассказываем историю мира за два часа. И всего за один час наш рассказ вместил более 13 миллиардов лет. Эти годы подготовки позволили человеку наконец-то появиться и распространиться по всей планете. И теперь может начаться подлинная история человечества. Наш рассказ начался с Большого Взрыва. Который произошел почти 14 миллиардов лет назад. Теперь, когда люди вышли на передний план, важно помнить, какой крошечный отрезок времени мы занимаем в этой истории. Чтобы облегчить себе задачу, давайте представим, что 14 миллиардов лет сжались до 14 лет. В этом масштабе Земля существует всего последние пять лет. Это примерно треть истории Вселенной. Большие сложные организмы возникли семь месяцев назад. Динозавры вымерли всего где-то три недели назад. Вся письменная история охватывает всего последние три минуты. Современное индустриальное общество, промышленная революция, шесть секунд. Это показывает, что мы, люди, занимаем лишь короткое мгновение истории мира. Человечество миллиарды лет ждало своего мига, пока звезды и наша планета медленно создавали и накапливали элементы, которые сделали возможной нашу историю. 12 тысяч лет назад. За 10 тысяч лет до Рождества Христова и менее чем через 100 тысяч лет после исхода из Африки люди добрались до Южной Америки. Здесь их ждали трудные времена ледникового периода, но они не вымерли, а приспособились и стали еще умнее. Теперь мы расселились по всему земному шару. От морских побережий до горных вершин. От тундры до пустынь везде живут люди. Наши ближайшие родственники шимпанзе обитают в тропиках. Больше нигде они не живут, а людям удалось освоить всю планету. Перешейки, образованные льдом, позволили людям расселиться по всему миру. Но сейчас лед начинает таять, и уровень моря вновь поднимается. Люди оказываются запертыми на двух обширных, не связанных друг с другом полушариях, и вынуждены довольствоваться тем, что предоставляет им природа. Отступая, ледники создают озера, речные русла и морские заливы. Появляется та география, которую мы знаем. В Африке обильные дожди вызывают перелив озер Виктория и Альберт, в результате чего образуется река Нил. В Евразии появляются и другие реки. Тигр и Ефрат в Месопотамии, в современном Ираке, Тинг в современном Пакистане, в Китае Хуанхэ и Янцзи. В том, по какому пути пойдет история человечества после отступления ледового щита, исключительно важная роль принадлежит долинам этих рек. Это речные долины, чьи воды и плодородные земли позволят прорасти первым семенам цивилизации. После ледникового периода на земле наступает потепление, растений и животных становится больше, и человек может, наконец, перестать кочевать. появляются постоянные поселения. Население растет. Поскольку теперь надо кормить больше ордов, наши предки вынуждены стать умнее. Им приходится искать способ получения большего количества пищи из окружающей среды. Одно открытие навсегда изменило облик планеты и путь развития человечества. Мы научились сажать растения. И зерно, которое мы собираем, это отдаленный потомок того же вида растений, который за миллионы лет до этого стал стимулом к превращению обезьяны в человека. Это непризнанный герой истории человечества трава. У трав семена мелкие, верно? Там есть нечего. Если есть выбор охотиться на бизона или питаться травой, вы выберете охоту на бизона. Семена трав становятся самыми важными пищевыми культурами на земле, но охотники и собиратели не обращали на них внимания тысячи тысяч лет. Люди начинают их использовать, только когда у них не остается другого выхода. Среди самых распространенных пищевых травянистых растений сахарный тростник, а также пшеница, рожь и ячмень. То есть злаковые тоже травы. Поэтому успех нашего среднего класса измеряется не зеленой лужайкой перед домом, а урожайностью растений, от которых зависит выживание цивилизации. Это основной источник калорий. И снова все возвращается к большому взрыву. Главный сюжет истории жизни — это конкуренция за энергию, возникшую в начале времен. кислород дал нам дыхание. Огонь позволил потреблять больше калорий. А переход к земледелию стал энергетической революцией. Охотнику-собирателю необходима территория в 25 квадратных километров для того, чтобы обеспечить себя пропитанием, получить достаточное количество энергии в виде растений и мяса. Земледелец способен получать энергию солнца столь эффективно, что для покрытия своих энергозатрат ему требуется всего две десятых квадратного километра. Во время потепления после ледникового периода земледелие начинает развиваться в десятках мест по всему миру. Но ни в одном из них нет такой концентрации растений и животных, пригодных к одомашниванию, как в плодородном полумесяце на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке необыкновенное сочетание пригодных для одомашнивания видов, как растений, так и животных. Если брать животных, то это корова, свинья, овца и коза. А среди растений два вида пшеницы, рожь, ячмень, чечевица, инжир. И все на очень маленьком участке земли. В отличие от плодородного полумесяца и остальной территории Евразии, в таких регионах, как тропическая Африка и обе Америки, очень мало диких видов, которые можно легко одомашнить. Это существенное отличие. Люди, которым природа подарила благоприятное сочетание растений и животных, станут более сильными и получат огромную фору на пути к современному миру. Одно животное делает любого человека, который сможет его приручить, практически вне конкуренции. Это животное лошадь. Хотя предки лошадей появились в Америке, они вымерли, как и множество других крупных млекопитающих, примерно за 10 тысяч лет до нашей эры. В Северной Америке в ледниковый период было по крайней мере три вида лошадей может и больше. Одни были маленькими как пони, другие большими как тяжеловозы. Они обитали на территории Северной Америки 40 миллионов лет, а потом исчезли. Эти сильные потенциальные помощники исчезают, прежде чем первые жители Северной Америки успевают их приручить. К счастью до того, как это случилось, большие стада лошадей перебежали по Берингову перешейку и распространились по степям колоссальный эффект для истории человечества. Примерно за 4 тысячи лет до нашей эры кочевые народы Центральной Азии впервые приручают лошадь. Домашняя лошадь будет использоваться повсеместно в Евразии и станет двигателем прогресса во всем, от земледелия до военных действий. Наверное, ни одно другое животное не оказало большего влияния на ход истории. А еще через 5 тысяч лет круг замкнется, когда Христофор Колумб привезет с собой лошадей во время своего второго плавания в Америку. Его лошади были первыми на американской земле после вымирания их предков за 10 тысяч лет до этого. 6 тысяч лет назад 6 тысяч лет назад одомашнивание животных и растений дает начало новой фазе в истории человечества. Как из облаков космической пыли под действием гравитации образуются звезды, так и места, подобные шумеру, расположенному в районе плодородного полумесяца под названием Месопотамия, притягивают массы людей и превращаются в центры культуры и техники. В третьем тысячелетии до нашей эры некоторые из этих шумерских поселений можно назвать первыми крупными городами. В одном из них, у Руки, на площади в 2,5 квадратных километра живет около 50 тысяч человек. То есть по плотности населения он соперничает с современным Нью-Йорком. Люди настолько хорошо научились извлекать энергию из продуктов, полученных от домашних животных и растений, что этот регион, который раньше смог бы прокормить одного охотника-собирателя, теперь кормит тысячи. Но изменение структуры питания ведет к новой зависимости. Перейдя на земледелие, вы получаете 80-90% калорий из одного двух видов растений. На Ближнем Востоке это пшеница и ячмень. Обе эти культуры созревают приблизительно в одно время. Людям приходится убирать весь урожай одновременно. Таким образом, весь годовой запас пищи мы получаем сразу. Это все равно, что получать всю зарплату раз в год. Приходится учитывать и планировать расход зерна, потому что если его не хватит, вам грозит голод. Ведь до следующего урожая целых 12 месяцев. В этих первых городах зерно это царь и бог. Для его учета наши предки придумали письменность для защиты первой армии. а для управления начало политики. Когда сотни или тысячи человек живут вместе, им очень трудно прийти к соглашению. Возникает необходимость в руководстве в какой-то форме социальной и политической иерархии. Земледелие вывело человечество на новый уровень. Поселения выросли в городах. Но для того, чтобы сделать следующий шаг от города к цивилизации, нам потребуется помощь одного удивительного существа. 5 тысяч лет назад, после 100 тысяч лет скитаний по земле, человечество начинает переходить к оседлому образу жизни. Мы селимся вблизи рек. Вдоль Тигра и Ефрата, Нила, Инда, Хуанхэ и Янзы. Скоро появятся цивилизации. Но сперва люди должны освоить одну вещь. Торговлю. Чем больше они обмениваются товарами и узнают о других землях, тем быстрее растут цивилизации. Похоже, торговля и общение с жителями дальних земель необходимый фактор формирования городской цивилизации. И как ни странно, первые цивилизации возникают благодаря существу, имеющему дурную репутацию в современном мире. Ослу. Караван Ослов это федеральная автотрасса и скоростной интернет своего времени. Их маршруты станут фундаментом современного мира. Ведь они перевозят не только дерево и бронзу, но и идеи и рассказы. Цивилизации, которые они соединяют, станут одними из первых описанных в Библии. Караванные пути сходятся у Персидского залива, откуда корабли везут товары в Индию. Все это способствовало развитию культурного и материального обмена между цивилизациями и стало началом курса на глобализацию. Это ключ к пониманию того, как функционирует наш мир по сей день. Подобно первым цивилизациям, мы ведем торговлю, строим дороги, которые образуют транспортные узлы. Жить у такого транспортного узла всегда означает одно. Чем больше идей и грузов проходят через регион, тем он сильнее и богаче. за две тысячи лет до Рождества Христова люди переходят от строительства хижин к возведению величественных монументов. В Африке на берегах Нила вырастают великие пирамиды. В Древней Британии закладываются первые камни Стоунхенджа. А в Шумере устремляются ввысь рукотворные холмы Зикурат. Для скрепления этих грандиозных построек шумеры применяют вещество, которое сочится из недр на берегах реки Ефра. Называется оно битум. Входящий сегодня в состав асфальта, битум стал первым природным нефтепродуктом на службе человека. Если битум считался очень ценным, то к другой более светлой и жидкой субстанции, выходившие с земли вместе с ним, относились как к досадной помехе, потому что она слишком легко воспламенялась. Древние называли ее нафта, а мы зовем ее нефть. Это один из первых признаков обширных нефтяных месторождений, которые впоследствии превратят колыбель цивилизаций в средоточие богатства и место возникновения войн. Наследие этих первых цивилизаций проявляется удивительным образом. В основе шумерской системы исчисления лежало число 12, а не 10. Вот почему сутки разделены на два блока по 12 часов. В часе 60 минут, а в минуте 60 секунд. По всей вероятности шумеры также изобрели и колесо, что сделало возможным появление другого важнейшего новшества, изменившего ход истории, колесницы. Сочетание шумерского колеса с прирученной кочевниками лошадью дало миру грозную военную технику. Примерно за 1200 лет до нашей эры военное столкновение цивилизации с применением колесниц перерезает торговые пути, по которым везли медь и олова, металлы, необходимые для изготовления бронзовых орудий труда и оружия. Но, к счастью, звезды создали для нас альтернативу — железо. Кузнецы делают величайшие открытия. Высокая температура помогает им раскрыть достоинства этого древнего металла. Железо легче затачивается и в 700 раз чаще встречается на Земле, чем медь. Происходит новый технический переворот. Человечество входит в железный век. Мы подходим к первому тысячелетию до нашей эры. Перед нами с бешеной скоростью пронеслась череда событий. Мы видели большой взрыв, образование Земли и первых живых существ, появление человека. Стали свидетелями ледникового периода, создавшего ледяные мосты, по которым люди разошлись по свету, а потом оказались на разных континентах и были вынуждены довольствоваться тем, что было под рукой. Итак, к первому тысячелетию до нашей эры мир все еще разделен. Торговые пути, пронизывающие большую часть Евразии и Северной Африки, еще не проникли в самые сухие пустыни и не пересекли самые широкие океаны планеты. Народы тропической Африки и Америки остаются отрезанными от остального мира, поскольку там очень мало растений и животных, пригодных для домашнивания, эти народы сохраняют первобытный уклад жизни. 2600 лет назад в 600-м году до нашей эры появляется кавалерия. Люди научились воевать верхом на лошади. Мы видели, что приручение лошади дало человеку огромное преимущество. Теперь, обладая выкованным из железа оружием, он стал очень сильным. Мартин Морган, военный историк. Эти технические достижения не только увеличивают боеспособность, но и делают возможным существование империи. 500-й год до нашей эры, Персидская империя. И следующее тысячелетие это истории империй. Империя Александра Македонского. Со совершенствованием техники и способов передвижения они разрастаются. Империя Хань в Китае. Объединяет под своей властью огромные территории. Римская империя. Империи растут, а вместе с ними и новые верования. Родерт Каргилл археолог. С появлением империи мы наблюдаем одно интересное явление. Монотеизм. Идею об одном едином для всех боге. Возникает иудаизм, впоследствии давший начало христианству и исламу. появляются также буддизм и индуизм. Пять современных мировых религий уходят корнями в эту удивительную эру. Несмотря на расширение империи, некоторые великие державы остаются в изоляции. Сформировавшиеся 50 миллионов лет назад Гималайи отрезали Китай от торговли с остальным миром. Но это положение скоро изменится. Около сотого года до нашей эры китайский император отправляет посла на запад в поисках союзников. Дороги, по которым он скачет, станут великим шелковым путем, пролегающим через Центральную Азию и связывающим Китай с Римской империей. Китай устанавливает контакты с внешним миром. Насколько нам известно, ни один китайский купец не встречался с римским купцом. Ни один римский купец не встречался с китайским. По крайней мере, в первый период существования великого шелкового пути. Но торговля шла весьма оживленно. Три века между сотым годом до нашей эры и двухсотом годом нашей эры торговый и культурный обмен достигли невиданных доселе масштабов. Но эти новые связи между людьми стали причиной и новых опасностей. к началу нашей эры в мире выросли Великие Империи. Появилась мощная сеть торговых путей, пронизывающая большую часть Европы и Азии. Но по этим дорогам двигалась и невидимая угроза. инфекции. Опустошительные эпидемии, которые считают причиной падения Римской империи и династии Хань в Китае. Этими же путями распространяется и религия. В 312 году римский император Константин обращается в христианство и вскоре оно становится господствующей религией Европы и всего Запада. 300 лет спустя появляется ислам, религия, которая на некоторое время объединит территорию в 2,5 раза превосходящую по площади Римскую империю. В течение следующей тысячи лет арабские купцы станут основными распространителями прогресса и расширят глобальную сеть торговых путей до невиданных размеров. Арабы живут в центре Афро-Евразии, арабские купцы плавают в Китай и добираются до Атлантического океана. Можно сказать, арабы расположились на перекрестке всех торговых путей. Один из секретов успеха арабских купцов — верблюд. Животные, чьи предки, так же, как и предки лошади, перешли по льду Берингово-Перешейка из Северной Америки. Караван из шести верблюдов способен за день перевезти груз общим весом в две тонны на расстояние почти 100 километров. То есть вдвое больше за вдвое меньшее время, чем караванослов. Благодаря караванам верблюдов открываются надежные торговые пути через ужасную пустыню Сахара и в Западной Африке возникают первые государства. Арабы расширяют торговлю, поставляют соль из Сахары в Рим, рис из Восточной Азии в Индию, привозят из Китая в Европу секрет изготовления бумаги, а также распространяют по всему миру бесчисленное количество других изобретений и идей. Откуда у нас взялся лимон? Откуда у нас взялся кофе? Все благодаря арабам, потому что именно арабы ввозили огромное количество продуктов питания в Европу. Апельсины, другие цитрусовые происходят из Южного Китая, однако на Запад они попали во времена расцвета арабского мира. В мусульманской Северной Африке один итальянец по имени Леонардо Фибоначчи учится торговому делу у арабских купцов. Здесь он знакомится с простой, но очень удобной десятичной системой исчислений, изобретенной в Индии, но широко применявшейся на арабском Востоке. Его научные труды познакомят с этой системой Европу и весь мир. Когда все начнут пользоваться этой системой, произойдет небывалый расцвет торговли. Именно благодаря Фибоначчи сегодня практически во всем мире мы пользуемся цифрами, которые называем арабскими. Но есть еще одно открытие, которое тоже разнесут по свету арабские купцы. С гораздо более серьезными последствиями. Оно появилось в Китае около 800 года нашей эры. Один китайский алхимик в поисках эликсира долголетия случайно получает вещество, способное убивать мгновенно. Он смешал уголь и серу с селитрой, соединением калия, азота и кислорода. Возникшие на звездах эти элементы встретились на Земле, чтобы стать порохом. рецепт пороха движется на запад по великому шелковому пути и проникает в исламский мир, где воины-мусульмане с его помощью стреляют ядрами в крестоносца. европейцы подхватывают эту идею, изобретают и совершенствуют огнестрельное оружие. 500 лет назад. 1492 год. Население земного шара составляет примерно 400 миллионов человек, но мир по-прежнему разделен на двое. В Америке существуют цивилизации ацтеков, майя и инкос, а в это же время в другом полушарии, на развалинах Римской империи, Европа, как Скорлупка раскалывается на отдельные государства. Для Христофора Колумба это означает, что он может обратиться за финансовой поддержкой своего плана к разным монархам, пока, наконец, ему не удается убедить королеву Испании выделить ему средства на экспедицию. Плавание Колумба стало возможным только благодаря всей предыдущей истории Земли. Чтобы идти галсами против ветра, он использует арабский треугольный парус для определения направления изобретенный в Китае компас, а его стрелка вращается под действием магнитного поля Земли, сформированного в недрах самой планеты. Хотя Колумб ищет новый морской путь в Индию, на самом деле он, наконец-то, навсегда соединяет две половины мира. его плавание имеет значение не только для Америки. Как вы увидите, оно станет выдающимся событием для истории всего человечества. Теперь ничто не будет как раньше. В конце ледникового периода большие группы людей оказались на разных частях земного шара и жили, ничего не зная друг о друге на протяжении 15 тысяч лет. Теперь все изменится. Во всех учебниках плавание Колумба 1492 года называется одним из важнейших событий в истории Америки. Вообще-то это одно из важнейших событий в мировой истории. До него два полушария существовали изолированно друг от друга. Переплыв Атлантику, Колумб открывает для Европы два обширных континента, Северную и Южную Америку с миллионами местных жителей и неисчерпаемыми природными ресурсами. Впервые жители Евразии узнают о существовании другой части света. До путешествия Колумба эти люди жили как будто на двух разных планетах. Сеть торговых путей, которая возникла с появлением первых цивилизаций и объединяла всю Европу, Азию и Африку, теперь пересекает Атлантический океан. Формируются новые транспортные узлы. И меняется расстановка сил. Большую часть предыдущих двух тысячелетий Европа не играла ведущей роли в мире. Затем настал век Колумба и что мы видим? Именно с этим временем связан подъем Запада. Он начинает доминировать и становится самым мощным мировым торговым центром. Сельскохозяйственные растения, до сих пор культивировавшиеся только на каком-то одном континенте, проникают на другие. Американская кукуруза появляется в Египте и Китае. Картофель и зант оказывается прекрасно подходят для почв Ирландии и России. Злаки древнего плодородного полумесяца, такие как пшеница, начинают кормить американцев. Новые продукты питания. Это больше калорий, больше энергии. За три столетия после плавания Колумба население Земли удвоится и составит 900 миллионов человек. Но затем Старый и Новый Свет оказываются участниками жестокого противостояния. В Америку приплывают европейцы-конкистадоры, за спиной у которых века земледелия, животноводство и обширная сеть торговых путей Старого Света. Они являются с ружьями, верхом на лошадях и несут с собой смертельные инфекции. Результат истребление местного населения. За несколько лет после первого плавания Колумба 95% коренного населения обеих Америк погибает от ружей европейцев и от бактерий. Теперь, когда оба полушария связаны, все будет по-другому. Взять, например, невероятную историю сахара. С химической точки зрения это единственный источник питания для нашего мозга, органа, который человек по природе стремится холить или леять. Сахар-сырец получают в основном из сахарного тростника. И снова трава сыграет ключевую роль в истории человечества. Сахарный тростник начали культивировать более 6 тысяч лет назад в Азии. Европейцы попробовали сахар на Ближнем Востоке во время крестовых походов и привезли его домой. Европа привыкла к сахару, но на континенте практически нет мест, где бы мог произрастать сахарный тростник. Тут Христофор Колумб открывает новый свет. Туда прибывают испанские конкистадоры. Да, сначала их интересовало золото и серебро, но вообще-то их целью было разбогатеть, неважно каким способом. И когда запасы золота и серебра иссякают, они начинают закладывать плантации сахарного тростника. Сами испанцы не хотят работать на плантациях и ищут рабочую силу. А на другом берегу Атлантики есть место, где можно покупать рабов. Если мы посмотрим на историю рабства, то увидим, что рабов из Африки главным образом использовали на сахарных плантациях. Таким образом, сахар оказал влияние на ход мировой истории. С Ближнего Востока он попал в Америку благодаря крестовым походам, завоеванию Америки, даже рабам из Африки. 300 лет назад В 1700 году человечество заходит в тупик. Большинство населения Земли ведет простую жизнь, больше похожую на жизненных предков, чем на нашу. В начале 18 века большинство людей на Земле были крестьянами. Это было мелкое натуральное сельское хозяйство, а все бытовые предметы производились в ремесленных мастерских. В 1700 году грузу или информации требовалось больше года, чтобы обогнуть планету. Больше, чем требуется нам сегодня, чтобы долететь до Марса. Идти дальше нам не дают источники энергии. В Древнем Египте во втором тысячелетии до нашей эры 90% всех работ производилось при помощи человеческой мускульной силы, а остальные 10% при помощи животных. К 1700 году большая часть работы, 70%, по-прежнему выполнялась вручную. Одной физической силой невозможно расчистить дорогу в современную эру, но в недрах Земли кроется новый мощный источник энергии. Наш рассказ об истории мира за два часа близится к концу. Человечество зашло в тупик. Прогресс останавливается из-за ограниченных возможностей наших мускулов. Чтобы совершить прорыв, нам нужен новый способ получения энергии. Как мы помним, миллиарды лет назад в недрах планеты Земля во время ее формирования накопилось железо, возникшее при взрыве звезд. Несколько тысяч лет назад человек начал использовать это железо для производства орудий труда и оружия. Для поддержания огня в кузницах мы стали вырубать леса. В 18 веке уголь в Британии пользуется большим спросом, и запасы древесины быстро истощаются. Англичанам необходимо новое топливо. И такое топливо у них есть. Это разложившиеся остатки древних папоротников, каменный уголь. Но сам по себе он не откроет человеческий путь в современный мир. Происходит еще один судьбоносный поворот истории. В поисках угля горники уходят все глубже под землю. И шахты часто затапливаются водой. Для откачки воды нужно новое изобретение. в 1712 году Томас Ньюкомен создает паровой насос, работающий на каменном угле. Машина Ньюкомена — первый паровой двигатель, имеющий практическое применение. Именно комбинация энергии двигателя, топлива и машины освободит человека от ограниченной мускульной силы и изменит мир. начинается промышленный переворот. Наряду с политическими революциями в Америке и позднее во Франции эта техническая революция навсегда изменит облик мира. И очень скоро мир у берегов Атлантики становится новым экономическим, последовательно культурным, политическим, военным центром и до настоящего момента господствует в мировой геополитики. По просторам континентов мчатся поезда. В 70-х годах 19-го века появляется двигатель внутреннего сгорания и немцы изобретают автомобиль. Нефть, вещество, которое древние считали бесполезным из-за своей горючести, становится важнейшим товаром на планете, вызывающим к жизни все новое изобретение. Телеграф и телефон передают сообщения со скоростью молний. Электричество продлевает световой день. Расстановка сил в мире меняется. В 1800-м году европейцы и их потомки владеют 35-ю процентами территории Земли. к 1900-му году под их властью находится уже 85%. Начало 20-го века благодаря ископаемому топливу и двигателю внутреннего сгорания все стало масштабнее, в том числе и войны. Новые технологии привели к созданию более мощного оружия, а это повлекло за собой невиданный размах экспансии. В 20-м веке в войнах погибло почти втрое больше народа, чем за предыдущие 2000 лет. Применение открытий и изобретений 18-го века достигает своего пика в 20-м столетии, и все рукотворные механизмы приводятся в движении остатками микроскопических ископаемых организмов, накопившихся на дне доисторических болот миллионы лет назад. Промышленная революция приводит к демографическому взрыву. В 1900-м году население Земли составляло 1 миллиард 600 миллионов человек. Чтобы достичь этой цифры, истории потребовалось 200 тысяч лет. А за один только 20-й век это число увеличилось в четверо и перевалило за 6 миллиардов. 20-й век самый необычный момент в истории человечества. Никогда раньше мы не видели таких стремительных изменений. Настоящее время. Сегодня численность человечества составляет 7 миллиардов. Мы доминирующий вид на планете. мы научились использовать в 50 тысяч раз больше энергии, чем наши предки всего 10 тысяч лет назад. Эта энергия питает нашу стремительную жизнь и превратилась в прямом смысле во всемирную сеть, которая, как мы видели, ждала своего часа с тех пор, как по земле ходили первые люди. Наш двухчасовой рассказ подходит к завершению. Эта история началась 14 миллиардов лет назад с крошечной вселенной, где все было сосредоточено в одной точке. Затем произошел большой взрыв, и в один миг была создана вся энергия, которая когда-либо существовала. Гравитация придала облик нашей вселенной. Миллиарды лет звезды и сверхновые создавали химические элементы, которые понадобились нам впоследствии. Затем сформировалась Земля, и на ней создались благоприятные условия для жизни. По мере развития планеты живые организмы конкурировали за энергию и все больше и больше усложнялись. В конце концов сложились условия для появления человека. Мы приручили камень и огонь. С наступлением ледникового периода мы расселились по всей планете. А когда лед растаял, оказались на разных континентах. Мы научились заставлять растения и животных покоряться нашей воле. Мы построили города, а затем цивилизации. Мы создали обширную сеть дорог, соединивших континенты, а затем пересекли океаны. И когда уже казалось, что человечество достигло предела своего развития, мы нашли энергию и технологии, позволившие нам шагнуть в будущее. На Земле из семян прошлого расцвело настоящее, наполненное энергией и творчеством. На фоне Вселенной каждый из миллиардов жизней проносится так быстро, что ее почти невозможно заметить. Все, что мы делаем, все, что мы собой представляем, является памятником прошлому. А мы продолжаем творить историю каждый день. Фильм озвучен студией СВДубль по заказу ГТРК Культура.